Привет, друзья! Сегодня продолжаем дегустировать пиво украинского производителя и рад представить вам специальную серию сортов пива львовской пивоварни Роберт Донгс Перед тем как начать дегустацию, хотя бы поговорить о следующем. Мой канал понемножку развивается он оживает люди начинают писать задавать вопросы дают советы как лучше развивать канал как некоторым советам я прислушиваюсь например кто-то советует мне заменить бокал на дегустационный ребят я хочу чтобы вы понимали мой канал не претендует на аутентичность в плане в плане профессиональной дегустации пива это чистое мое субъективное любительское мнение по поводу тех сортов пива которые я выбираю для своих дегустаций хотите называть его не дегустациями хотите называть его просто обзорами смысл не в этом на данном бокале я остановился только по той причине что он сделан из тонкого стекла и когда я наливаю туда пиво прекрасно видна его консистенция поэтому от этого бокала я пока отказываться не хочу кто-то пишет что запах пива нужно определять не из бутылки а уже после того как она попала в бокал к этому совету я прислушаюсь люди говорят зачем ты постоянно в этих очках ну собственно очки это такой своего рода атрибут в концепции канала но это не принципиально я снимаю теперь буду видеть вас глаза в глаза но хочу сказать мой канал посвящен именно обзору пенных напитков это мое субъективное мнение личное на вкус и цвет как говорится товарищи нет если бы мне если мне показалось что пиво пахнет солодом по мне так показалось если мне показалось что пиво пахнет хмелем то значит мне показалось что оно пахнет хмелем возможно кому-то этот запах покажется другим профессиональные дегустаторы вообще его оценят совершенно по-другому и так сегодня вашему вниманию как я уже сказал будет представлена серия специальных сортов пива от львовской пивоварни это самая старая пивоварня украины которая была основана 1715 году она если я не ошибаюсь входит в стройку самых крупных пивоварен страны в основном она варит пиво для массового потребления курс был взят на массовость на увеличение продаж качество пива от этого только страдает когда заходишь в магазин и видишь львовское пиво 1715 которая разлита уже не в двух литровый бутыль а двух с половиной литровый бутыль и эти два с половиной литра пива стоят как две бутылки а то и бутылка пива с хорошими вкусовыми качествами ну понятно люди у которых нет денег но которые хотят получить эффект от употребления пива они конечно же лучше купят себе за 26 гривен два с половиной литра пива чем за 26 гривен маленькую бутылочку 033 того же бельгийского лифи тут уже вопрос идет больше о маркетинге о деньгах но совершенно не о качестве пива поэтому о львовской пивоварне я много говорить не буду все ее знают в украине я думаю что и за ее пределами тоже и тут случилось чудо львовская пивоварня 2014 году выпустила два новых сорта пива это роберт домс богемский светлый сорт и полутемный сорт роберт домс виденский в 2015 году выпустили темный сорт роберт домс кто же такой этот роберт домс роберт домс это львовский предприниматель немецкого происхождения общественный деятель меценат владелец нефтяных и эзакеритных капалин в общем такой себе олигарх 18 века если проводить аналогию с нашим временем 1848 году он открыл во львове промышленное производство кофе из цикория одним из первых в мире внедрил буровые вышки для добычи нефти нет роберт домс не был основателем старейшей пивоварни он приобрел ее в 1863 году именно роберт домс стал самым известным владельцем львовской пивоварни и вывел производство пива на качественно новый уровень как говорят он любил путешествовать по европе и всегда посещал местные пивоварни и привозил новые рецепты пива пытался воплотить их в жизнь таким образом львовская пивоварня развивалась и она выходила на новый качественный уровень производства пива а предпринимательской жилки роберта домса ходят легенды одна из них говорит о том как же роберт домс нашел нефть история говорит о следующем проезжая однажды через город дорогобыч он обратил внимание на некую чудотворную мазь которую евреи продавали на рынке роберт домс будучи абсолютно уверенным в том что это не очищенная нефть узнал где продавцы берут ее день и и добываем и в этом месте начал разведку разработки нефти нефть оказалась чуть ли не на поверхности земли и дела у него пошли более чем хорошо после того как нефтяные деньги сделали свое дело он стал развивать свой бизнес и в пищевой промышленности таким образом он купил пивоварню он построил хлебозавод роберт домс был довольно таки знаменитым человеком во львове вот в 2014 году спустя полтора века львовская пивоварня следуя по стопам роберта домса начала выпуск специальных сортов пива и мне хотелось бы верить что выпуском этой серии львовская пивоварня попытались реанимировать себя как пивоварня которая всегда выпускала качественное пиво и я надеюсь что эта линейка оправдает свое название и так роберт домс богемский бутылочка выглядит вот так значит это светлое пиво золотистого цвета которое отличается густой пеной выраженным хмелевым ароматом и мягким солодовым вкусом с фруктовыми оттенками в послевкусии это то что нам пишет этикетка бутылочка 05 пиво светлое пастеризованное плотность его 12 процентов объемная часть спирта не менее 4,6 процентов давайте попробуем солдовый запах у него такой что у нас тут по консистенции пиво действительно золотистого цвета имеет небольшую шапку пены пузырьки довольно крупного размера можете убедиться сами карбонизация вроде бы как и не сильно интенсивная но размер пузырьков большой посему пенка неустойчивая она уже практически исчезла на бутылке написано чтобы что устойчивая пена густая вот от густой пены собственно практически ничего уже не осталось ладно попробуем его на вкус на вкус пиво очень мягкая горчинки практически нет пьется очень легко двенадцати процентная плотность делает его чуть более насыщенным по десятибалльной системе я бы поставил ему 6 так следующий экземпляр пиво полутемное веганское значит выглядит она вот так что это насыщенное пиво янтарного цвета его составе виденский солод который дает пиву приятный солодовый вкус и утонченный аромат пиво полутемное пастеризованная плотность его 11 процентов объемная часть спирта не менее 4,2 процентов срок его реализации 6 месяцев как и предыдущего давайте попробуем ну что пенка у нас абсолютно такая же цвет его уже другой он действительно янтарного цвета карбонизация как мне кажется здесь больше пузырьки такого же крупного размера запах очень мягкий солодовый у него ярко выраженный карамельный вкус она тоже очень мягкая горчинки практически нет чуть-чуть после вкусе горчинка мягкая и менее плотная чем предыдущие довольно таки приемлемо на вкус но пенки как вы видите уже нет она мне понравилась больше чем предыдущий вариант поэтому поставлю ему 7 по 10 балльной системе и вариант номер три темное пиво мюнхенская темное пиво сваренное с использованием нескольких сортов ячменного солода том числе мюнхенского имеет чистый вкус и аромат совокупности смелевых с хмелевой горчинкой и легким карамельным привкусом плотность его 11 с половиной процентов алкоголь не менее четырех процентов выглядит бутылка вот так давайте его попробуем запах абсолютно такой же как и у полутемного пива она пахнет карамелью абсолютно темного цвета такого коричневого темно-коричневый такой цвет пенка имеет тоже коричневатый оттенок карбонизация у него небольшая пузырьки крупного размера но их совершенно немного давайте попробуем его на вкус это неплохое темное пиво как и два предыдущих вариантов очень мягкая очень мягко пьется горчинка послевкусие присутствует она совершенно такая незаметная практически во вкусе отчетливо чувствуется поджаренная корочка хлеба и карамель из-за отсутствия пены я ему поставлю 8 хочу сказать что это пиво в принципе в магазинах украины стоит порядка десяти гривен плюс минус там копейки я выбрал по 8 55 так как была акция 8 55 на в переводе на американские деньги это 40 центов что мы можем сказать о данных сорта пива львовская пивоварня выпустила три сорта которые не отличаются никакой уникальностью определена четкая градация светлая полутемная и темная с абсолютно одинаковый недостаточно хорошей пеной все три сорта довольно таки мягко пьются они такие впитки выпить их можно много я так понимаю у обычного простого человека который заходит магазин у него есть выбор он может быть светлое пиво полутемное и ему не нужно углубляться в никакие подробности он понимает с чем он имеет дело львовская пивоварня до этого он пил 17-15 теперь его жизнь разнообразили хочу сказать что данные сорта меня не удивили это все тоже пиво на каждый день у данных сортов совершенно нет никакого причудливого вкуса они такие прямолинейные простые хорошие понятные для обычных людей пейте хорошее пиво приезжайте в украину подписывайтесь на мой канал пишите свои отзывы и предложения будет интересно пока пока